Бессмертные поневоле. 21 июня 2019 года, 22.35. Дмитрий Самойлов журналист, литературный критик на протяжении всей истории существования человека Ему приходится привыкать к мысли о том, что он бессмертен. Сначала думали, что души умерших отправляются к праудцам. Потом решили, что самых достойных возьмут к богам на Олимп. Дальше возникли более интересные концепции – ад, рай, чистилище, мусульманский дженат с черноокими гурями. Также по теме. В США намерены создать архив из 350 миллиардов постов в социальной сети. Соединенные Штаты намерены потратить 38,5 миллиона долларов на создание архива, состоящего из 350 миллиардов записей интернет-пользователей. Об этом. Потом люди стали приземленнее, материалистичнее. Они стали говорить, что мы будем жить в своих детях, в своих делах, в нерукотворном знаменитом памятнике, к которому ни в коем случае не должна зарасти тропа. Но сам факт бессмертия никогда не вызывал сомнения, пусть как радиоволна, постоянно слабеющая, но вечно летящая к далеким звездам, пусть как воспоминания современников и легенды для будущих поколений, но бессмертны. И люди оказались бессмертны. Но им это бессмертие не понравится. А дело в том, что современные люди оставляют за собой цифровой след. Чаты, сообщения, пересылаемые фотографии, информация о транзакциях, гертиги. Это все, конечно, можно удалять, но, как выяснилось, невозможно удалить. В Израиле есть компания Celebrite, которая является филиалом компании Sun Corporation из Японии. Какие, как говорится, хорошие и приятные явления собрались в одной компании – Израиль, Япония, Солнце. Все это сулит что-то высокотехнологичное, мудрое, доброе и вечное. А так и есть. Компания Celebrite представила систему, предназначенную для взлома любого гаджета. Сначала говорили, что только на iOS, но теперь заявили, что и на Android. Все когда-либо отправленное и полученное, все прикрепленное, сфотографированное и отмеченное, вообще все, что человек делает в цифровом пространстве, а современный человек в цифровом пространстве делает все, все это может в любой момент стать доступным тому, кто купит у израильской компании эту систему. Россияне стали чаще сталкиваться с угрозами безопасности в интернете. За последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности. Об этом свидетельствуют. Теперь можно не удалять сообщения, если вы боитесь, что они вас когда-нибудь скомпрометируют. Если будет нужно, они вас скомпрометируют даже удаленные. Больше не исчезает ничто, однажды оставленное вами. И в общем понятно, откуда бы еще прийти бессмертию, как не из Израиля. Прибавьте к этому развивающиеся и внедряющиеся технологии видеонаблюдения и распознавания лиц. Еще в 2003 году каждый житель Лондона попадал в поле зрения камер видеонаблюдения в среднем 300 раз в день. С тех пор многое изменилось. И, должно быть, сегодня житель крупного мирового мегаполиса оказывается где-то на цифровом носителе по несколько тысяч раз на дню. Только московская система видеонаблюдения насчитывает 167 тысяч камер. Новый мир не грядет. Он уже здесь. Мы довольно давно в нем живем. Более того, мы не можем в нем умереть. Информация нас и навсегда останется в памяти неразлагающихся электронных устройств. А если эта информация зачем-то понадобится через сотни лет, ее вытащить с помощью специальной программы, которая к тому времени станет, наверное, доступна вообще всем, кто готов за нее заплатить. Им не представляется, что вот именно на таком поле современного, насквозь пронизанного электронными импульсами мира, мира, где человек не может спрятаться от бессмертия, которое ему навязывают против его же воли, на поле такого мира у России есть огромный потенциал. Огромные пространства, которые можно связать только человеческой волей или мыслью, но не вышками связи. Расстояние, где на столбах вдоль дорог и электрические отопровода нет смысла вешать, а уж о камерах видеонаблюдения и говорить не приходится. Да и зачем? Зачем следить? За Таежной вьюгой? Россия может стать новым ковчегом для тех, что хочет свое бессмертие заслужить, а не стать его жертвой. А где еще скрыться от всепроникающего цифрового безумия, как не на этих бесконечных просторах? Россия — новая рекреация для бессмертных. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.